Действительно, вообще не только моя тема, а вопрос веры – это загадка. Ну вот как получается так, что в одной семье никто никогда не читал Библию? Проходит какое-то время, человек услышал слово и уверовал. Я знаю таких много примеров. Знаю и другие примеры. Постоянно в доме читается Библия. Человек с детства посещает собрание, но когда приходит возраст, говорит, я не верю. Вам знакомы такие ситуации? Мы благовествовали в тюрьме. Кажется, это уже все, опущены люди, их уже общество отказалось. И там люди принимают веру. В детском доме проповедовали. Дети, обозленные на весь мир, принимают слово Божие верою. В семьях обеспеченных, в семьях служителей дети не верующие. Как обрести веру? Вообще вот слово обрести, я посмотрел, вообще такое интересное слово, старое русское слово. Но оно на современный язык, если перевести, как найти или как получить. Вообще, почему я говорю, что это сложная тема? Потому что на эту тему очень много споров идет. Одни люди заявляют, что от человека абсолютно ничего не зависит. Вот Бог захочет, ты будешь иметь веру? Не захочет, хоть ты лоб разбей, ты не получишь эту веру. Мы встречаемся с такими мнениями людей. И иногда приходится задумываться, потому что на самом деле, как это происходит? Почему так происходит? Ну, я начну издалека, чтобы подойти, потому что я долго молился, искал, ночами не спал. Тема сложная. Как объяснить? Я понимал, что я должен сказать слово от Бога, чтобы мы могли утвердиться, могли сомневающихся укреплять. Ну, и начну издалека. Первый вопрос, самый первый вопрос, который я себе поставил. А где обитает вера в человеке? Мы знаем о том, что мы созданы по образу и по подобию Божьему. Мы состоим из духа, души и тела. И каждая эта ипостась наша имеет свое проявление. Я проще сведу вопрос. Это вера в нашем уме или в нашем сердце? Апостол Павел дерзновенно заявляет, что сердцем верует. Вот если мы это усвоим и примем, как откровение от Господа, что сердцем верует, тогда нам легче будет разобраться в этом. Потому что, ну, умом тоже верует. А если говорить о вере, которую угодно Богу, то нужно заглянуть в сердце. Вы знаете, вот я сказал, что мы состоим из трех ипостасей – дух, душа и тело. Но Творец наш, который нас создал по образу и подобию своему, он вложил в нас еще три таких, назовем, чувства. Вера, надежда и любовь. И их разграничить очень сложно. Вы знаете, до определенного времени я не знал, как отделить веру от надежды. Вы можете это отделить? Ну, где вера, а где надежда? И один брат мне подсказал, очень просто. Если ты поставишь предлог «в», то кого ты веришь? Или во что ты веришь? А если ты поставишь предлог «на», то на что ты надеешься? На кого ты надеешься? Вот и все понятие. Но вы знаете, написано еще в Писании, что любовь всему верит. И вот эти понятия так переплетены, что нам очень сложно бывает разобраться. Ну, допустим, если нет веры, то и надежды нет. Если нет и любви, то и веры нет. Вот так они все вместе соединены, что нам необходимо верою принять то, что мы созданы по образу и подобию Божию, и положиться на откровение Духа Святого, который поможет нам разобраться. Но я уже сказал о том, что это дано нам от Бога. И поэтому первый итог, который я хотел бы подвести, что вера – это дар от Бога. Но мы не должны забывать о том, что эту веру, которую Бог нам подарил, одни люди развивают ее и возрастают в ней, а другие люди терпят, как говорит апостол Павел, кораблекрушение в вере. То есть, понимаете, дар, его нужно сохранять, его нужно умножать, развивать этот дар. Или же пойдет обратный процесс. Мы его просто потеряем. В подтверждение я прочитаю много, не много, их очень много, но я только некоторые выбрал места, которые подтвердят то, что человек ответственен за то, как он распоряжается этим даром. Вот при земной жизни Иисуса Христа, вы знаете, вообще Иисуса Христа можно чем-то удивить? Как вы думаете? Он Бог. Ему нет нужды, чтобы что-то говорить, что у человека он все знает. Но у него, вот мы читаем, я доверяю Священному Писанию, вы понимаете? Философия, она часто нас уводит от простоты во Христе. Но я доверяю Писанию. А Писание говорит, что Христа удивляла как вера людей, так и неверия людей. И вот несколько мест. Помните, женщина, Марк ее называет Серафиникиянкой, а Матфеин называет Эхониенкой. То есть, это человек, который не принадлежал к народу израильскому. Она шла за Иисусом, а за Иисусом очень много людей ходило, потому что он исцелял. Врачей не было, денег у людей на врачей тоже не было, появился целитель, и толпы людей ходили. И вот она идет и кричит, а Христос не обращает внимания. Она издали идет, кричит, боится подойти. Уже настолько надоело ее крик ученикам, что они говорят, Господи, ну отпусти ты ее, сколько она будет докучать? Она подходит, что тебе надо? Дочь моя, объяснуется. Исцели. Я, говорит, поздно к овцам дома израильскому. Нехорошо взять пищу у детей и бросить в сам, говорит, так, Господи. Соглашается, что я недостойна. Ну так и крохи питаются от стола Господ. Крошечку просит. Это так удивило Иисуса Христа, что Он воскликнул. О, женщина! Велика вера твоя! Я хочу подчеркнуть слово не только, что велика, твоя! Вы слышите? Велика вера твоя! Она не из народа израильского, нет. Она пришла, а вера какая большая была. Была еще одна женщина, которая истратила все свое имущество на врачей, и состояние здоровья ее пришло еще в худшее состояние. Но она в сердце своем сказала, когда ходила за Иисусом, вот если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Вот какая сила этой веры. Люди теснят Иисуса Христа, толкают. Ну, представьте, толпа людей, а Он останавливается. Кто прикоснулся ко мне? Ученики Господи, ну что ты говоришь? Смотри, сколько людей теснит тебе, и ты такой вопрос задаешь. Нет, кто-то прикоснулся ко мне, потому что вера силой от меня изошла. И женщина не может скрыться, вышла. Он говорит, дизай, щерь. Опять вера твоя спасла тебя. Ну, это из израильских. А еще один случай, ну, наверное, достаточно, их можно больше проводить. Сотник, римлянин. У него слуга заболел. Он просит, посылает. Ну, люди знают о том, что он благосклонен к народу, ходатайствует перед Иисусом. Он говорит, что не надо учить. Не приходи ко мне. Я недостоин. Это не просто пренебрежение или какой-то страх политической некорректности. Все-таки он господин, а вы там под властью. Нет, нет. У него глубокая вера. Я, говорит, недостоин, чтобы ты вошел под кровь в дом боевой. Я подвластный человек. У меня есть слуги, есть воины. Я одному говорю, иди, идет. Другому говорю, приди, приходит. Скажи только слово. И выздоровеет слуга. И Христос опять удивляется этой вере и говорит, великая эта вера. Я в Израиле не нашел такой веры. И сотника слуга выздоровел. Хотелось бы чуть-чуть такое вот обратить внимание, что вот три человека. Один из народа Божьего, а два – не из народа Божьего. И вера этих людей, вера этих людей послужила к тому, чтобы эти люди получили исцеление. Христос говорит, и это был сотник. Даже в Израиле не нашел веры. То есть, этими словами Христос подчеркивал о том, что вот народ израильский имел преимущество. Почему он имел преимущество? Потому что у них было Слово. И я вот Слово, которое хотел предложить нам, римлянам 10-17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, народу израильскому по всем статьям нужно было веровать. Потому что у них было Слово Живого Бога. У них было хорошее прошлое, история хорошая. Родители передавали, и до сегодняшнего дня евреи передают своим детям, и на этом утверждается вера этих детей. Мы немножко об этом позже поговорим. Но они оказались в числе тех, о которых Христос удивлялся, что у них нет веры. И вот Матфея мы читаем. «И не совершил там», то есть в своем Отечестве, «многих чудес по неверию их». Это Матфея 13,58. Марк этот случай описывает еще ярче. «И не мог совершить там никакого чуда, и дивился, там сказано, неверию их». Вот к своим пришел людям, которые отцы, пророки, писания, они сохранили, и не верили. Но когда Иисус Христос превышал на свое служение, какая проповедь была первого Иисуса Христа? «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Ну ты же Христос, ты же Бог, ты же даешь эту веру. Ну зачем ты заставляешь людей верить? Дай, подари эту веру. Нет, он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Ученикам своим он говорил такие слова, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и у меня веруйте». Он понимал о том, что смущение, сомнение может приходить, но он утверждал их. Веруйте. Посылая учеников на проповедь Иоанн Иоанн говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден. Что я хочу этими словами и местами священного Писания сказать в своей душе прежде всего? Что Бог поставил нашу веру нам в ответственность. Будем мы веровать или не будем, мы не сошлемся на Бога, ты Господи не дал мне. Бог покажет нам множество примеров, где люди имели веру, верой побеждали, шли за Господом, и я должен буду ответить за свое неверие. Поэтому еще одно место, Иуда об этом пишет, я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь избавил народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Разве не по вере этих людей Бог вывел их из Египта? Я думаю, те, которые не поверили Моисею, не помазали перекладины и косяки, они остались в Египте. А те, которые поверили, они вышли из Египта, но не дошли до обитованной земли. Я возвращаюсь к началу, что Бог дал каждому человеку дар веры, но Он отдал нам его этот дар веры, чтобы мы заботились. Вырастет этот дар? Возрастет этот дар? Или мы его расточим? И теперь я хотел бы перейти к такому образу, что способствует укреплению веры нашей? Ведь Священное Писание однозначно говорит, что вера должна расти. Апостол Павел в послании к фессалоникийцам говорит, возрастает вера ваша, что он возвещает. Вера возрастает. А Петре Иисус Христос молился, помните, но я молился о тебе, чтобы не оскудело. То есть, чтобы не было такой силы, которая бы обессилела твою веру, чтобы обворовала тебя, чтобы толстла бы у веры. И ты, некогда обратившись, утверди братьев. Вот мы здесь и собираемся, чтобы, получив от Господа веру, имея от Господа какие-то уже познания, откровения, как возрастать верой, могли делиться друг с другом. Итак, что способствует тому, чтобы вера наша возрастала? Я недавно услышал из проповеди одного брата очень интересный совет. А он его, в свою очередь, воспринял еще от кого-то. Ну, он мне тут так сильно запал в душу. Он говорит, если вы почувствовали, что ваша любовь начинает угасать, вы знаете, чем ее можно воскресить? Я был удивлен. Потом проверил, это так работает. Начинайте благодарить того человека, которому любовь угасает. Муж это, жена. Отчего угасает любовь? Начинайте негативные стороны замечать, что-то там не понял. А вы начинаете вспоминать доброе, что он делал. Вот перечисляйте. Мы же как поем слов? Милости Господню. Вспоминай, считай. Все их доедины в сердце. И вот это вот. Начинаешь вспоминать. Оказывается, есть за что любить мою возлюбленную. Сколько же она терпит меня, сколько она поддерживает меня. И возлюбленного тоже так. А я подумал, а как с верой? Есть ли такие вот моменты, когда я что-то должен делать, чтобы укреплялась моя вера? Оказывается, есть. Оказывается, есть такие моменты и для веры. И прежде всего, что укрепляет нашу веру, это слово, которое мы слышим. Вдумайтесь. Очень печально осознавать то, что в настоящее время такое пренебрежение к Слову Божьему. Ни молодежь, ни пожилые люди не читают Слово Божье. Вот не читают, и все. Почему я с такой уверенностью говорю? Ну, вы себе сами ответьте. Но я, посещая семьи, имею такое обыкновение. Как-то оно у меня выработалось. Я люблю с детьми говорить, что вы слышали сегодня в собрании, когда они были? Они рассказывают мне. Посещая семьи, я спрашиваю, что вы сегодня читали? Вы знаете, ну, скажу такой процент. Из сорока людей, которые посетил, четыре только читали. Утром. В тот день, когда я приходил. И все извиняются. Вы знаете, некогда, суета там и все прочее. Откуда будет вера? Ведь мы же прочитали. Вера от слышания. От слышания от Слова Божьего. На самом деле, когда мы читаем это Слово, оно производит работу в нашем духе, которую мы не можем осмыслить нашим умом, мы не можем проконтролировать. Но оно производит. Это живое семя, которое крепит нашу веру. Это первое. И поэтому, если хотите, чтобы возрастать в вере, читайте Слово Божье. Ну, поставьте какую-то обязанность. Ну, братья помогают нам. Вот план чтения Библии. Я понимаю, что не все это читают. Ну, посвятите хотя бы несколько минут. Я молодежи говорю. Ну, вы спешите. Вы на ходу, даже не молившись, иногда бежите на учебу свою. Ну, все, трудно встать немножко пораньше. Тяжело встать. Раньше ляжьте. Но надо поставить задачу перед собой. Человек, человек, который упражняется. Я говорю, вот вы ходите в фитнес-клуб до 12, до часу ночи там за... Для чего? Для того, чтобы укрепить мышцы, ну, чтобы показаться. Знаете, вот еще такие рубашки одену, так, чтобы она трещалась на них. Усилия надо употреблять для того, чтобы достигнуть чего-то. А у вери? А мы хотим, чтобы в вере все так. Вот падало и падало. Ничего подобного не будет. Только упражнения. Только вот это вот систематическое упражнение в чтении Слова Божьего, и не просто такое вот для галочки, и порассуждать над этим словом. Оно обязательно даст результат. Обязательно. Это первое условие. Второе, что я хочу сказать. Вот Писание говорит, мы вчера слышали, что вера – это есть уверенность. О уверенности слышал брат Виталий. А вторая часть – это как? Осуществление. Осуществление. Вы слышите? Веру нужно осуществлять. Апостол Иаков, мы тоже это слышали. Я говорю, вера без дел мертвая. Если я прочитал Слово Божье, и оно к чему-то меня обязует. Ну, я прочитал. Оно же не может быть, чтобы Слово Божье, так вот, как снег и дождь падает, оно производит свою работу. Слово Божье тоже будет производить. У вас натянутые отношения с женой или с мужем. У вас непонимание с детьми. Вы прочитали, Дух Святой через Слово что-то сказал. Ну, побуждает. Надо пойти помириться. Надо простить. Попросить прощения. Ну, Слово Божье обязательно чему-то побуждает. А я думаю, ну, вот, на голову сядет, неправильно поймет. Вот он или она ведь тоже виноват. А дети особенно. Вот начинаешь разбирать детей. Ну, трудно их. А он сказал, а ты вот это сделал, а ты первый это, а ты посмотрел. Услышали такие объяснения? Мамы знают это. Ну, не разберешься. Как их примирить? Я у детства, своих детей, у меня восемь детей, они знали, что у них просто так не пройдет у папы. Если они не хотят попросить прощения по моему повелению, то они будут стоять в углу. И будут стоять до тех пор, пока они согласятся, чтобы попросить прощения. И вы знаете, они приходят, прости. Вот так иногда мы просим прощения. А надо же не так попросить прощения. Ты прощаешь, прощаешь. Ну, теперь поприветствуйте другу. О-о-о. Его приветствовать? Нет, поприветствуйте другу. Это дело веры. Оно кажется, ну, как-то так, наивно, вроде бы. А вот, вы понимаете, работает. Работает. Как они поприветствуют, смотрю, заулыбались и пошли оба. А так вот так вот смотрят друг на друга. Ну, как, он первый виноват, или он виноват больше. Там проценты выставляют там дальше. Вот дело веры. Что-то надо сделать. Обязательно что-то надо сделать. Потому что без этого вера наша не будет расти. Она будет, ну, головной верой. Мы будем знать что-то, что это у кого-то работает. А сам я этого не переживу. А что мне от этого? Знаете, если я знаю, что вот вы покушали хорошо, а я только посмотрел, как вы покушали, а голодный ушел. Мне важно, чтобы я сам покушал, чтобы во мне вера укрепилась, чтобы я мог отражать. Вера – это очень сильное оружие против диалога. Со щитом веры написано, да? Раскаленные стрелы лукавого, они способны проникать в незащищенные места и поражать нас. Мы должны защищаться этим щитом веры, держать его. Понимаете, это не то, что вот я верую провозглашаю. Когда приходит испытание. Вы знаете, мы очень сильное верующие в собрании. Вот здесь мы очень сильное верующие. А когда приходит испытание в нашу жизнь, тогда вера начинает дрожать, колебаться вера начинает. Мы не знаем, куда обратиться, к кому воззвать в этот момент. А если мы не укрепляли нашу веру, мы очень слабые в вере. Вспоминая одного брата, который рассказывал в молодости своей, был у него такой случай. Он так горячо и искренно проповедовал на тему любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует Каблау. С такой уверенностью проповедовал. В этом собрании был человек неверующий. И после собрания он подошел ко мне, так посмотрел мне в глаза и говорит, ты хоть сам веришь в то, что ты сказал? Все содействует Каблау. А он так, знаете, расписал. Где, какие обстоятельства? И я таким запалом, таким, верю, конечно. Но, знаете, пришло время и пришла беда в мою семью. Горе пришло. И я еле не упал. И вот это слово, которое я когда-то произнес. Посмотрите, вера от этого тоже растет. Когда-то я засвидетельствовал верю. И в этот момент, когда вера моя сильно заколебалась, это слово поддержало. Я же другим говорил. Не без воли Божьей. Все содействует Каблау. Я не знаю, что сегодня происходит, но я знаю, что это Каблау. Я не знаю, как, но я знаю, что будет это Благо. И третье, что помогает нам возрастать в вере, ну, я уже сокращаю немного, понимаю, что трудно, я мог бы еще местописание привести, что все герои веры, в галерее веры, они делали. Почитайте, почитайте внимательно, домашнее задание вам. Чтобы не просто здесь, вы почитаете внимательно. Каждый из них что-то делал. И потом делал такое, что не помещается, логически, не умещается в наш разум, а они повиновались и делали, и укреплялись, и стали гигантами, героями веры. И еще что хочу сказать, это очень сильно помогает возрастать в вере и нам, и детям нашим. Это когда мы, вот как евреи, передают все чудеса Божьи, свидетельства их жизни. Ничто так не укрепляет веру детей, да и взрослых, как перечисление или вспоминание о тех благодеяниях и о милости Божьих, которые Бог посылал в нашей жизни. Я помню, вот как моя вера крепла. Собирались, тогда не было таких больших собраний, детей не всегда пускали на собрания. Но когда собирались в нашем доме, вот был такой обычай, что собирали братья или сестры, рассказывали свидетельство свое. Ну вот как им Бог помог, как поддержал, как услышал молитву, как ответил на эту молитву. А мы вроде бы так ничего бегаем, а ушами наши мы слушаем. И вот приходит, а вот там было, я замечаю, когда дети наши слушают внимательно, и мы им рассказываем, у них вера растет. Вот недавно мой семилетний внук приходит и говорит, бабушка, вот мы слышали проповедь, что Бог восхитит церковь на небесах, а что Он каждому скафандр даст, потому что там же в космосе нету воздуха. Ну, детское вот мышление, Он размышляет, а это же Его вера укрепляется. И бабушка Ему рассказала, что мы, когда восхищение будет, не в этих телах, которые задыхаются, когда не хватает воздуха, а будем в новых телах. Бог сказал, вдруг, во мгновение ока, и Он так вот глазками такими смотрит, рот открыл, слушает, и понимает, что там не надо будет скафандр. Там Бог даст такие тела. И вот веру и принимает. Если мы это будем вот по-детски рассказывать, рассказывать о всех чудесах Божьих, вера обязательно будет расти. Еще хочу сказать, вера, она видит невидимое. Много-много примеров. Я просто сельского хозяйства. Вот когда весной, мы тут уже, наверное, только немногие еще помнят, это дети совсем не помнят. Вот что побуждает или что мотивирует нас бросать зерно в землю? Или картошечку, кстати, или какое-то. Что? Вера в то, что вырастет. Рассказывают случаи, братья проповедовали среди цыган, ну и решили их немножко отучить, а то и просить, и воровать. Ну, раз вы стали христианами, надо же трудиться. И решили так, научить их земледелию. Закупили картошки, привезли туда, и одной семье, второй, третий, дали по мешку картошки, вот научить, как вас делать, чтобы осенью у вас была картошка, и вы не воровали. И вы знаете, послушались, братья присутствовали, показали, как пахать, там они знают, сами как пахать, посадили. И одна семья в конце года собрала пять мешков картошки с этого одного мешка, а другая ничего не собрала. Они нуждаются. Говорят, почему? Да мы подумали, что мы неразумно поступили. Как это? Такой продукт, положить, чтобы он сгнил. И мы после того, как вы уехали, мы выкопали и съели ее. Вот, ну, понимаете? То есть вера, она предполагает, что есть еще какой-то период, где надо потерпеть, подождать, чтобы получить то, что... Она мотивирует нас, потому что мы знаем, что будет результат. Но для этого надо подождать, чтобы и дождик, и, может, параполку какую-то делать надо. Вера обязывает к этому, поэтому вера безделанно мертвая. Ну, и в заключение еще хочу сказать одно такой момент, который нельзя пропустить, потому что в послании Коринфянам апостол говорит о дарах Духа. И там, между прочим, причастность иному вера, тем же Духом. И некоторые тут путают, потому что вот эта вера, которая дается тем же Духам, как дар веры, она не всем дается. Ну, сказано, иному. Все ли имеют эти дары, которые там присутствуют? Не все. Значит, и эту веру не все. И некоторые говорят, что ну вот, мне Бог не дал, поэтому что Он с меня будет требовать? Это совсем другое. Это дар Духа Святого, который направлен для созидания церкви и укрепления веры других людей. Нет, здесь моя вера действует. Два примера, чтобы для иллюстрации. Их можно много. Просто два примера. На одних похоронах в сельской местности ну, пресвитер на похоронах такую проповедь пламенную сказал, призывая людей к вере. Из толпы людей там неверующих говорит, ну, что ты нам про веру свою рассказываешь? Вот дождя нету уже в месяц. Все сохнет. Вот помолись, чтобы Бог дал дождь. Снимайте, говорит, шапки, будем молиться. Сняли. И он молится. Господи, покажи ты этим людям власть, свою силу. Пошли дождь на нашу и сохшую землю. Мы так нуждаемся. А ты учил, чтобы просили дождя в свое время. Жена стоит, эта жена мне рассказала. У меня вот сердце у пятки опустилось. Что он делает? А если не будет дождя, то кто же к нам вообще в собрание придет? А он, когда кончил молиться, поспешайте домой. Говорит, пока придете домой, дождь пойдет. Я иду, голову опустил, и думаю, ну, Иван, ну, наделал делов. Не дошли до дому, такой дождь пошел. Все говорят, ну, если Иван сказал после этого, то это будет. Это дар веры. Еще за одного брата хочу сказать. Благовестие было назначено. Это там, в Чернобыльской зоне, где я жил. Должен был приехать оркестр Пушкова. Он пошел, а он не простой там в той местности человек был. Он был инженером, ну, как, как это, передвижной механизированной колонии, ПМК. Ну, и уверовал. И искренне такой брат, такой уверовал. И много можно приводить. Пример, но только один пример расскажу. Он развесил объявления кругом по городу, в Чернобыльской зоне, там уже отселение, там все. и вот объявление, что приедет, такого-то все. И, ну, значит, на глубинке в Гомельской области, это полезно такое глухое. Ну, кто-то все-таки в область дозвонился. Вот, что это такое? И они разузнали, у нас уже это побыло в Гомеле, и они уже знали, что это за оркестр. И они запретить нам не успели, а туда уже директивы такое запретить. Ну, они его вызывают, власти этой районной. Я говорю, ну, знаете, пришла директива с Гомеля, мы не можем разрешить вам, поэтому снимите заявление, извинитесь перед людьми. А он говорит, я этого сделать не могу. Ну, как? Ну, я же буду обманщиком. Я же объявил, не могу сделать. Бог с меня за это взыщет, что я обманул людей. Не дадите Дом культуры, мы на улице проведем. Ну, я отменять не буду. И вызвали его на административную комиссию. Разве он не послушался? Вызвали, там уже и прокуроры, все сидят. Мы вас накажем. Вы не подчиняетесь власти, как же вы проповедуете все власти. Это закон. Он говорит, знаете, милые люди, есть разные законы. Вот есть законы человеческие, а есть Божьи законы. Я подчиняюсь Божьему закону. Поэтому ваш закон я не буду выполнять. Прокурор говорит, как это ты не будешь выполнять? Я стою на страже законов. Он говорит, да вы сами очень часто свои законы нарушаете. Он так скромный такой брат. Я законы нарушаю. А ну докажи, что я нарушаю законы. А я вам и не буду доказывать. Разрешите, я помолюсь Богу, чтобы Бог вам подсказал, где вы нарушаете законы. Он опешил такого, не ожидал, что он сказал. Ну молись. И он помолился. Господи, покажи этому человеку, которого ты любишь, но который думает о себе очень много. Покажи, где он нарушается в законы. Аминь. Короткая такая молитва. И ушел. Они ему штраф выписали, чтобы он заплатил. А вечером, поздно, вечером звонок. Поднимая трубку, вот этот прокурор звонит. Что ты со мной наделал? А я растерялся. А что я с тобой наделал? А вот шаг, ступлю, статья закона, которую он нарушил. Ступлю, статья закона, которую он нарушил. Прокурор-то знает все статьи? Это мы не знаем, где нарушил, где нет. Избавь меня от этой наваждения. Спать не могу. Он говорит, помолюсь, Бог избавит. Но при одном условии. Ты завтра соберешь всю эту комиссию и скажешь о том, что ты нарушитель закона. Вот это дар веры. Я хочу сказать, что не надо смущаться, что у нас не у всех такой дар есть. Но у кого есть, Бог этим пользуется, и его тоже нужно развивать этот дар. Любой дар, который мы имеем, нужно развивать. Пусть Господь нам поможет хранить то, что мы имеем. Вот эту Божью веру, то, что мы спасены, что мы наследники Царства Небесного, что нам нужно преодолевать трудности, что в вере нужно возрастать, этому учить наших детей. И мы обязательно получим результат этой веры. Мы войдем в Царство Небесное и будем радоваться с Господом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok